МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В День защитника Отечества в Центральном дворце культуры и техники состоялась концертная программа «Святое дело Родине служить». В фойе учреждения гостей праздничного мероприятия встречал инструментальный ансамбль детской школы искусств. Педагоги вместе со своими учениками приветствовали горожан патриотическими песнями. В адрес всех, кто стоит на страже нашей Родины сегодня, кто защищал интересы России в горячих точках, ветеранов Великой Отечественной войны звучали слова поздравлений. Дорогие друзья, мы вольно или невольно перелистываем с вами страницы памяти и понимаем, что это праздник, который отмечают все. Мы преклоняем свои головы перед нашими защитниками. И это не только мужчины, но и женщины, которые встают на защиту нашего Отечества. В нашем зале присутствуют ветераны. Дорогие и любимые, передаю вам слова благодарности за ваш подвиг от главы Республики Коми Капликова Сергея Анатольевича. Под бурные аплодисменты интинцев, которые стоя приветствовали почетных гостей торжества юно-армейцы, внесли в зал памятные медали. От имени президента России и по поручению главы Республики Коми Лариса Титовец вручила памятные медали семерым ветеранам. В честь праздника каждому из них преподнесли букет и фотоальбом, изданный к 65-летию Инты. 23 февраля – это всенародный праздник Российской Федерации, который отмечается в каждой семье, потому что все мужчины принимали присягу и служили в рядах армии и флота. Созданная Петром Первым регулярная армия и флот надежно защищала границы Российской империи. День защитника Отечества – праздник с богатой историей. Впервые 23 февраля упоминается в 1918 году, когда в Москве и других городах страны прошли массовые митинги. Трудящихся призывали встать на защиту своего Отечества от наступающих германских войск. Тогда началось массовое вступление добровольцев в Красную Армию и ее формирование. В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-морского флота. После распада Советского Союза дата была переименована в День защитника Отечества. Хотел бы сказать, что 25 мая 2016 года министром обороны Российской Федерации генерал армии МЧК Сергея Кожубетовича он выступил с инициативой о создании военно-патриотической организации «Юн-армия», которая входит в структуру российского движения «Школьников». Эту идею поддержал верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И сегодня мы будем принимать в ряды юно-армейского движения нашего города мальчишек и девчонок 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов. Ежегодно ряды юно-армейцев пополняются новыми инициативными, неравнодушными к судьбе Инты, Республики и страны ребятами. Школьники активно принимают участие во всех городских мероприятиях, акциях и многочисленных конкурсах. 23 февраля в Интинское отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юн-армия» вступили около 40 мальчишек и девчонок. В торжественной обстановке школьники, пожелавшие примкнуть к движению, принесли клятву юно-армии. Ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне, погранвойск и ВДВ надели новоиспеченным юно-армейцем красные береты. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Инте стартовала патриотическая акция «Знамя Победы». Его копия будет передаваться из школы в школу. Право первым принять знамя предоставилось юно-армейцам школы номер 9. «Знамя Победы» Около 20 концертных номеров в качестве поздравлений подготовили известные артисты, городские, вокальные и танцевальные ансамбли. В праздничной программе приняли участие творческие коллективы образовательных и культурных учреждений. «На мать, не спи сейчас, и не слыхаешь мать, усталый глаз, была война, был сын убит в ногу. И в грилом сердце, родину в золу. И в мимо в гриле, то было с водом, О, быть учёбром, о, стать поэтом мог. А ночь вновь, вновь вновь ждет, раздастся дверь в суд, и сын вернется в кровь. Субтитры подогнал «Симон» 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 Песня «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» В зрительном зале Дворца культуры и техники собрались представители разных профессий и поколений. Дети, молодежь, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, ветераны, почетные граждане Инты, депутаты, сотрудники правоохранительных органов, спасатели, военные. Субтитры подогнал «Симон» 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 Всем, кто был приглашен на концерт, приятно было видеть на сцене артистов, исполнявших красивые хореографические постановки, патриотические песни о родине и войне, которая не обошла ни одну семью в нашей стране, о мужестве, доброте, любви и гордости за страну, в которой живут. Песня «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Тех, кто защищал нашу родину в военные дни и тех, кто продолжает хранить покой страны в мирные дни, с этим праздником поздравляли творческие коллективы нашего города. Концертная программа во Дворце культуры и техники, посвященная защитникам Отечества, проходила около двух часов. Необычным подарком для интинцев стало выступление саксофонистки Елены Даник. Это эффектная красавица, талантливый музыкант, бывшая интинка. Елена родилась в Приполярии, закончила пятую школу – музыкальное отделение детской школы искусств. Здесь прошли ее детство и юность. Сейчас она живет и работает в Санкт-Петербурге, но свою малую родину не забывает. Я столько лет мечтала быть именно здесь. Эта мечта сегодня сбылась. Спасибо большое Мэрии и гордой Инты, директору Декжан. Всех мужчин с праздником, всех вам благ, любви, гармонии, радости. И, ребят, сейчас мы сыграем почти память великого гитариста Виталия Крепака. Этот человек, который, можно сказать, сделал меня так же, как и Альбедас Людович Судейкис с Натальей Немуровой. Мы хотим сыграть его композицию, которая называется «Память прошедшего памяти». Альбедас Людович Судейкис Альбедас Людович Судейкис «Память прошедшего памяти» Пинта – это счастливое детство. Я училась в музыкальной школе, сначала на хоровом отделении. У меня по фортепиано вела прекрасная женщина, Людмила Борисовна Филиппова. Я ей очень благодарна. И мне оставалось два года между окончанием основной школы и музыкальной. Я никак не могла определиться. И Людмила Борисовна предложила мне попробовать саксофон. И с первого взгляда я полюбила этот инструмент, с первого звука. Я все, я не могла уже больше ни о чем думать, ни о каком инструменте, ни о каких других профессиях. Я хотела поступить именно на саксофон. И большое спасибо Альбедасу Людовичу Судейкису. Огромное спасибо. Потому что это человек с большой буквы, который сделал все для меня, чтобы было в его силах. Чтобы за полтора года мы поступили в Институт культуры. Он подключил всех своих знакомых, всех музыкантов. Мы по крупицам собирали знания, духовые, осы, саксофоны и вообще в принципе музыкальные. Со своим призванием и будущей профессией Елена определилась еще в раннем детстве. Она не пропускала занятия в музыкальной школе. Ходила на репетиции по утрам перед уроками и бежала в детскую школу искусств после учебы в школе. Занималась до позднего вечера. Целеустремленного, трудолюбивого, влюбленного в музыку ребенка не останавливали ни морозы, ни метели. Огромную поддержку она всегда чувствовала от своих родителей. В тяжелые 90-е годы отец сделал ей самый дорогой и ценный подарок. Купил саксофон, который завоевал сердце Елены раз и навсегда. Юная звезда не расставалась со своим музыкальным инструментом. Говорит, в школу возила его на санках. Елены раз и навсегда. Елены раз и навсегда. Елены раз и навсегда. Елена Даник – победитель, дипломант многочисленных всероссийских и международных конкурсов. В День защитника Отечества петербургская саксофонистка в сопровождении местного джазового ансамбля, в состав которого входят педагоги детской школы искусств, порадовали интинцев исполнением мировых музыкальных хитов. Живое исполнение – это всегда гораздо лучшее исполнение под минус. И то, что Евгений Пушкарев вместе с Игорем Померанцевым, с Андреем Голубевым и Светланой Якубцовой согласились выступить со мной – это большая радость для меня. Потому что с Евгением Пушкаревым мы еще играли при Виталии Крепаке. Виталий Крепак – это настолько потрясающий музыкант был. Он был достоин любых самых лучших сцен и площадок всего мира. Но он жил в Инте, и мы имели счастье соприкоснуться с ним. Глава округа, руководитель администрации Лариса Титовец от имени всех интинцев поблагодарила Елену Даник за выступление, подарила исполнительнице цветы, сувениры и пригласила чаще приезжать в родной город и радовать земляков своим талантом. Еще одним творческим подарком стало выступление известного в нашей стране композитора, солиста группы Арамис Николая Кима. Музыкант родился в Москве, при этом Инту считает своей второй малой родиной. Несколько лет назад Николай Ким написал песню под названием «Планета Инта». Вместе с Михаилом Якорновым выполнили аранжировку. Песня «Плодисменты» Песня «Плодисменты» Песня «Плодисменты» Песня «Плодисменты» В праздничном концерте, посвященном Дню Защитника Отечества, приняли участие лучшие творческие коллективы и солисты. Каждое выступление артистов зрители приветствовали бурными аплодисментами. Песня «Плодисменты» Песня «Плодисменты» Песня «Плодисменты»